Третья книга Моисея, Левит, глава первая. И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколит тельца пред Господом, сыны же Аароновы священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скини собрание, и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы священники положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы священники части, голову и туг, на дровах, которые на огне на жертвенники. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока. И заколит ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы священники покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и туг ее, и разложат их священник на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все, и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедет к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит их подли жертвенника на восточную сторону, где пепел. И надломит ее, в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана. И принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. Если же приносишь жертву приношения хлебного из печеного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем, и принеси приношение, которое из всего составлено Господу. Представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику, и возьмет священник из всей жертвы часть в память, и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его, это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приносив дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное, и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном, это жертва Господу. Глава третья Это жертва благоухание, приятное Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее пред скинье и собрание, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. Обе почки и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, Если священник, помазанный, согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока, Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скини и собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанной крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью семь раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который скини и собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скини и собрания, и вынет из тельца за грех весь туг его, туг, покрывающий внутренности, и весь туг, который на внутренностях, И обе почки, и туг, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвенники всесожжения. А кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет в нестанно чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел. «Там пусть сожжен будет». Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. И возложит старейшина общества руки свои на головы тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит семь раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господнем скини собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скини собрания, и весь туг его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца в Нестана, и сожжет его так, как сожжог прежнего тельца, это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать и будет виновен, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь туг его сожжет на жертвеннике, подобно как туг жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, Пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь туг ее отделит, подобно как отделяется туг из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока, и возложит руку на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения, И возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь туг ее отделит, как отделяется туг овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу, И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему.